Приветствую вас! Продолжается у нас игра за Соединенные Королевства. В этой серии мы должны занять бывшие французские территории. Это Пикаргия, это Лизас, Матринги, а возможно продвинемся еще дальше. Это нужно сделать обязательно, потому что русские наступают на Германию, на Европу. Нельзя допустить захвата стратегически важных городов. Нужно собственноручно занять эти важные территории. Фокус у нас идет по восстановлению форен-офиса. Затем мы продолжим выполнять фокусы по внешней политике. Армия более-менее есть, ну по крайней мере больше, чем у германцев на этом фронте. Есть первые две танковые дивизии на средних танках. Правда, для самих танков еще очень мало. Потихонечку налаживаем только работу нашей промышленности по выпуску этих боевых машин. Строятся корабли в хороших больших количествах. Новые фабрики, которые у нас будут появляться, пойдут на производство авиации. Давайте будем начинать с объявления войны. Призовем сразу всех союзников. Начинаются боевые действия на германской границе. Переходят наши дивизии в наступление. Танками тоже будем немного помогать. Ну и насчет Америки. Тут, как в предыдущей серии, было написано то, что Новая Англия стала почему-то независимой. Она вышла из Антанты. И при этом она получила Аляску от Канады. Причем Аляска для нее является национальной территорией. Но может идет какой-то такой, знаете, мирный процесс передачи власти над американскими землями от Доминиона Канады в Новую Англию. У нас, в принципе, хорошее с ними отношение. Можно было бы им попросту отдать эти территории и посмотреть, сформируют ли они США. Наверное, так и сделаю. Но смысла собирать себе это я не вижу. Это нелогично будет. Будем считать, что они просто стали нейтральными. С хорошим мнением относительно нас. Объявляем войну сразу в Фландре и Волонии. На Италию, что-то я не знаю. По-моему, нет смысла идти. С другой стороны, ведь русские придут. Но с третьей стороны, если капитулирует Германия, по идее и другие страны, которых не задела эта война, они должны остаться как бы нейтральными. Но черт его знает, как оно будет. А тут, получается, Австрия призывает Италию на эту войну. Ну, хорошо. Индусы нам предлагают даже танки. Хорошо. Правда, нету конвоев уже. Опять-таки. Запускаем план наступления на Швейцарию и на Италию. Попробуем вот тут занять позиции возле Венеции, чтобы не пустить русских дальше на юг. В Африке также ведется война против Марокко и против Миттель-Африки. У нас, к сожалению, нету претензий на наши бывшие колонии. Но попробуем тут что-то себе изобрать, если получится. Хорошо идет наступление. Итальянский и швейцарский фронт вообще не прикрыты никем. Войска на что-то продвигаются свободно. 19 апреля 1944 года капитулирует в Фландрии и Волонии. Правда, почему-то тут отдаются эти территории русским. Ну, справедливо, что. Хотя Франция является как бы страной, которая контролирует этот регион. У русских там только 2%. Но закрасилась в их цвет и перейти через эту территорию я пока не могу. Центрально-американская конфедерация также вступает в Антанту. Она знает, на чьей стороне будет победа. Посмотрим немного на войну в Африке. Ну, наши наступают. Потеряли вот уже некоторые регионы. Но в основном наступают. Не сильно. Но это хорошо. Особенно французы на Севере. Хорошее дело делают. Но тут немцев практически не осталось. Немного, наверное, вот эту войну слишком быстро началась она. Сначала, наверное, надо было дойти до обсуждения имперской реставрации. Правда, здесь нужно, чтобы Гибралтар принадлежал нам или нашему союзнику. Испанская республика вряд ли захочет вступать к нам в союз. Ну, будем смотреть. Может, еще и этот военный конфликт придется пройти. Минус Швейцария. Капитулирует эта страна. Пробиваемся в сторону Амстердама. Министерство иностранных дел восстановлено. Сразу пропускается ирландский вопрос. Это замечательно. Давайте сначала возьмем Вест-Индийский. А потом уже будем вот эти два делать. Вест-Индийская федерация была сделана из соображений, уже удовлетворенной коллективной потребности некоторых стран. Что нам делать? Распустить федерацию и вернуть колонии своим хозяевам? Или позволить Вест-Индии существовать в качестве нового независимого государства? Мы сможем попросить передать эти маринетки под наш контроль. Наверное, сначала надо было сделать вот этот фокус на лидера Антанте. Да, давайте так и сделаем. Вот отменим этот, прожмем. Так, есть решения новые. На восстановление империи. Задача восстановления британской экономики и правительства имеет наивысший приоритет. Но после этого должно последовать восстановление британской империи. По всему миру есть места, где проживают британцы, ибо видят в них направляющую силу. Если мы еще не готовы позволить солнцу взойти над этой славной империей, мы должны вернуть всех ее подданных. Восстановим порядок в Северной Ирландии можем. Получим там национальную провинцию. Но давайте сначала разберемся с нашими внутренними делами. На следе революции будем снижать влияние этих модификаторов. Фактор военно-обязанного населения сильно уменьшает. У нас вообще очень малое население. 50 тысяч есть. Хотя взять закон на расширенный призыв, видимо, на обязательную службу надо будет еще и сделать. Тем временем, в Италии доходим до Венеции, аргентинская дивизия. Давайте будем наступать на этот город. Берем альпийские территории под свой контроль. Так, можем попросить возвращения колоний от Франции и возвращения Мальты. Давайте с Мальтой сначала разберемся. Наши связники французской провинции сразу на провинцию Мальта. Хорошо. Колонии я подожду, потому что у нас может случиться такой вариант, что Франция его здесь заберет, в Африке эти колонии. А вот этот Золотой Берег, Нигерия, это же все было Великобританскими колониями. Потом мы это нажмем, когда закончится война в Африке. Немецкий флот, кстати, вступил в бой против французского. Помочь мы тут ничем абсолютно не можем. У нас даже нету морских бомбардировщиков, чтобы их сюда направить. Да, позор. Британский флот не может ничего сделать с немецким. Ну, таково у нас сейчас время. Происходит капитуляция Нижних Земель. Мы контролируем эти территории. Русские и Север взяли. У нас в рукаве юг. Да, кстати, немцы восстанавливают контроль над бельгийскими территориями, которые русскими отошли. Возможно, мы потом себе заберем эти территории, если они полностью их заберут себе. Немцы имеются в виду. Италию разделили на две части. Ну и продолжаем наступление на юг, в сторону славного города Рима. Кстати, можно было бы вот отсюда пешком перейти. Может, французы это и сделают. Что-то французы в Северной Африке творят какие-то чудеса непонятные с Марокко. У них тут просто мало войск. Ох, индусы решили устроить большой заплыв своими сороковками. Тут опять послетали эти иконки. Это все пехота, а не кавалерия. Немцы как будто бы удерживают сейчас фронт против России в своих землях. Может, начали перебрасывать войска на эти фронты. Нам бы до Франкфурта дойти было бы неплохо и до Ортмунда. Вечный город Рим в наших руках. Заберем вот здесь окрестности. Тут очень мало войск. Тут даже, можно сказать, вообще не нету. Может, вы знаете, сразу продолжим наступление вот так. Вдруг дойдем. Так, французы скорости все-таки не хотят наступать. Давайте мы вот эту дивизию вот так выделим. Перебросим по морю. Хотя тут есть корабли. А вдруг проверим русское авось. Вдруг оно работает. Так, доходим до Неаполя. Занимаем его. Но тут немцы подтягивают подкрепление. Вот уже вижу, 3 плюс 4 марокканская дивизия есть. Но, тем не менее, выходим на Словенский фронт против Австрии. Тут есть неприкрытые города. Будем забирать. По стороне Швейцарии зеленая наша армия наступает в сторону Баварии. Оранжевая армия почти что выполнила задачу по захвату Рейнландо. Здесь вот такие странные у нас тоже территории. Не хватает нам войск, к сожалению. Слишком много тут вражеской дивизии. Сейчас нас будут вот здесь отрезать даже. Надо будет отсюда перебросить несколько, например, вот этих 3. Куда-то вот сюда, в Брюссель. А тут уже потом посмотрим, как дело пойдет. Занимаем Сардинию. Идем на Кальяре. Неаполь опять свободен. Передвигаемся на него. И вот сразу капитулирует Итальянская республика. Кстати, видно, где находятся еще войска. Давайте по-быстрому попробуем опять же занять вот тут территорию. И давайте прямо вот с Неаполя перебросим на Палермо. В Африке дела какие-то странные происходят. У нас тут с юга есть подавляющее преимущество. На отчет наши вообще не наступают. Португальцы тут потеряли много территорий. Французов тут прижали. Вот одну дивизию уже уничтожают. Это тоже без снабжения. Африканцы в больших количествах появились дивизии. Раньше до войны было их меньше. Марокканцы также жмут. В Германии все еще остается много победных очков. Но тут у нас всего-навсего 1% вклада в войну. Так что даже не знаю, сможем ли мы хотя бы вернуть французские территории. Выполняется фокус на лидера Антанты. Антанта всегда была альянсом, который возглавляли британцы. Она достаточно долго исполняла свой долг. Пришла пора вернуть нам руководящую роль. Получим главу ИСР. Фабрики, вездающие товары на родном потреблении минус 5%. Дальше давайте вернемся к мест индийскому вопросу. Италию потихонечку мы очищаем от вражеских войск. И вот еще Таранту возьмем. И вот сюда перейдем. Нужно будет взять порт Мессины. Подвигаемся неплохо на Вену. Мало врага тут войск. Даже на чешскую границу выходим. Тут опять-таки мало у нас войск, чтобы даже прикрыть границы. Ликвидируем присутствие врага на бельгийских территориях. Формируем фронт здесь. Ну и будем пробовать где-то искать места, где можно было бы пробиться. К сожалению, много рек, лесов и городов, где атаковать достаточно сложно. Завершается война против Рейхспакта. Некоторые страны отваливаются. Марокко-Томиссиан подписывают. Вот еще несколько этих мирных договоров. Казира их пал. Похоже, произошло немыслимое. Распространились новости о том, что немецкий казир, его кабинеты, значительное количество государственных чиновников и ключевых генералов отправились по воздуху в море в Метель-Африку, где они установили правительство изгнания. Немецкие территории и союзники в Европе были оставлены на произвол судьбы, а структура, предположенная Альянсом Респакта, теперь полностью испарилась. У нас все еще продолжается война против европейских стран. Марокко. А вот правительство изгнания подписало с нами мир. Туда Вильгельм III уехал. Он же является формальным лидером германской территории в Европе. Ну, наши союзники тут получают некоторую территорию. Ну, вот мы понимаем, что это все временно. Можно еще просить возвращения колоний. Давайте, как я говорил, это все после войны в Африке. Мы уже недалеко от Вены. Берем тут одну дивизию в окружении. Ну, тут кое-какие дивизии постоянно попадают в катлы. Вот здесь три дивизии. Фландрийско-Волонских, они была одна. Теперь у них три дивизии. Они как будто бы их скидывают постоянно. Постоянно их атакуем. Не можем никак добить до конца. В германской империи все еще остается 29 из 10. Вот и начинается мирная конференция. Правда, взять мы ничего не можем. Это русские забирают себе территории Финляндии. Вижу, Украины, Белоруссии. Инсулиндия забирает свои территории на островах. Япония забрала тоже территории острова в основном Тихом океане. А русские забирают тоже в Италии еще территории. А как это так? Готово, нажимаем. Виталия полностью русской стала. Ну, охренеть. А ничего, что мы тут воевали? Нет. Инсулиндия взяла? Ага, ясно. А нам даже не дали возможности что-то сделать. И Фландрия, и Лолония, и Нидерланды. Все русское. Интересно. И Австрия, видимо, тоже станет. Но мы, тем не менее, будем продолжать сражаться. Попробуем дойти вот до основного... Уже ничего не попробуем. Уже дошли. Завершается война полностью. Ну, давайте в Францию возвращать вот эти территории. Пожелую одну пока что можем. Новочка у нас практически нету. Русские сразу фигачить половину Германии от себя. Так, ребята, наливайте валидол. Сейчас я вам покажу, что тут у нас получается. А вот такая вот у нас дичь получается. Король Астасиан забирает в Северную Германию. Япония в центре Германии берет территории. Мы французам вот так вот смогли отдать. Вот сюда, до Мюнхена. Вот это вот еще. Русские тут вообще перестали получать очки. Не брали эти территории. Почему, как это все происходит, я без понятия. Франция получила еще свои бывшие, видимо, территории. Вот здесь, в Африке центральной. Ну, еще продолжается война против Австрии, Польши, Литвы, Балтийского герцогства. Что, давайте будем продолжать наступать. Наша цель взять Вену. Может, ее получится оккупировать. Хотя, вряд ли. Почему вот так все происходит? Потому что у русских огромные потери. Если мы посмотрим по статистике военной, то, ну, тут не видно, конечно. Например, вот тех стран, с которыми они воюют, сейчас миллион потерь. Ну, в Германии где-то миллионов там от пяти до шести, наверное, было. Это им дает очень хорошие проценты. Ну, и плюс оккупация у них большая. Там Украина, вот это вот Беларусь. Тут север Германии много чего ему дал. Не знаю, почему нам Италия, нижние земли. И вот это вот большой кусок Германии так мало давались по очкам. И нам и французам. Французам вообще 27. Франция решила пойти по полной. Еще на Либирию напала. Так, наши войска заняли Вену. Сейчас возьмем еще Грац. Парага, кстати, тоже национальная территория. Давайте, может, вот так успеем. Хотя там быстрее русские дойдут. Вот и завершение войны против Австрии. Чего? Шри-ви-джарийская империя получает очки от русского государства. Мать моя женщина, что это такое? Мы вообще ничего не можем взять. Даже вот так. А если Франция отдавать, то да, она немножко дешевле. Мы будем копить очки и будем французам это отдавать. Я вижу, они Баварии уже выделили. Тайцы вот тут, Северо-Германский союз какой-то выделили. Но я это все поправлю. Сделаем что-то более-менее нормальное. Завершается очередная мирная конференция. Мы себе взяли Богемию. Кстати, там надо еще разбить некоторые войска. Польские остались. Французам отдали Австрию. Здесь я случайно себе забрал. Ничего, потом итальянцам отдадим, наверное. Ну, остаются вот здесь восточноевропейские некоторые страны. Плюс Марокко. Перебросим туда вот эту синюю армию. Так же давайте восстановим порядок в Северной Ирландии. Лунионисты Северной Ирландии с радостью хотели бы вернуться в состав Великобритании. Проблема в том, что они лишь часть населения Северной Ирландии, которая не представляет большинство. Нам придется приложить усилия по восстановлению порядка в регионе с последующим его возвращением в состав Соединенного Королевства. Так, нам доступно спустить на воду еще переворудованные корабли. Получим один линкор и четыре крисера. И закажем еще одну программу. Вот такие вот у нас кораблики появляются. Первого уровня. С очень слабыми пушками. Ясно. Нужно было и не возвращать нам эти корабли. Их разве что теперь на металлолом пустить. Но зато появился первый наш проект. Новопостроенный. С крупными батареями. 50-сантиметровыми. Этот, если выстрелит, то точно попадет куда-то. Решается вестиндийский вопрос. Написано, что мы можем потребовать эти марионетки. Сейчас посмотрим, что это такое. Фалканские острова. Ну, давайте тоже решим этот фокус. Можно, кстати, вот Инсулиндии потребовать возвращения колоний. Постепенно завершается война. Польша капитулировала. Болгария тоже. Югославия тут себе храпануло много. Выделяются новые страны. Осталось совсем немного. Для этого и Балтийское герцогство. Мы Чехию освободили. Так, попросим контроль над Вестиндийской Федерацией. Отказывается Инсулиндия. Можно объявить войну. Я даже не понимаю, за что. Нажимаем. Какое разочарование. О, кстати, канадцы высадились на Марканском побережье. И взяли Касабланку. А вот Доминьон Канада соглашается. Да, Федерация становится нашей марионеткой. Куба, кстати, тоже стала русской. При том, что канадцы здесь высаживались. Вот даже видно, осталась их дивизия одна. Ну, я пока что думаю Италию себе забрать. И Кубу. Русским же взамен отдать Ринскую вот эту вот зону. Здесь кусочек отдать их марионеткам. Оставить за ними также все нижние земли. Бенилюк тут этот. Ну и Швейцарию тоже, наверное, себе заберем. Тут были наши войска. Мы заняли эти города. Руководство этих стран было под нашим контролем. Так что, почему мы должны отдавать эти земли? Так, можно сразу решить судьбу Вестидейской Федерации. Посмотрим, что это такое. Вестидейская Федерация является своеобразным государственным образованием. Да Юра независимым скоплением довоенных колоний, чьи административные ресурсы были объединены, чтобы оградить их от хавоса, который охватил их британских и французских покровителей. Вестидейская Федерация не имеет никаких причин существовать, однако каким-то образом она продолжает это делать. Многие говорят о том, что Федерация исчерпала себя и пришла пора вновь разделить колонии. Другие же утверждают, что Естидейская Федерация служила свое право на существование, по крайней мере, за то, что помогла нам в борьбе за нашу свободу. Ага, нужно их просто аннексировать, оставить под контролем и подать им независимость. Ну, я бы их распустил и аннексировал. Жемперию строим. О, получили, кстати, их дивизии. Десять штук. Да, эти все земли перешли под наш контроль. Ага, французам тоже вернулось их колонии бывшие. Ну, ладно, будет так. Суринам тоже русский. Да-да. Постепенно выбивают страны из войны против нас и против России. Сейчас Марокко сдалась. Так, часть мы забрали, часть французы. Сейчас посмотрим, кто может поделить тут какую-то новую страну. Я также провел тут махинации с землями, которые получили мы и русские. Русским отдал вот здесь. Очень такие крупные промышленные регионы. Отдал вот этот регион Волонский, Воксимбург, Волонии. Сам Воксимбург отдал России. Себя забрал Швейцарию и Италию. Я думаю, с учетом того, что мы здесь оккупировали, это равноценный обмен. Выделил тут, конечно же, марионеток. Но тут свободные страны выделить нельзя. Казирайхи. Тут только марионетки. Также передал территории, которые оккупировала Канада. Новой Англии. Они вот сформировали Соединенные Штаты Америки. Президент тот же флаг, тот же, как и был раньше. Только теперь у них и зеленый цвет. Забавно, конечно, такое наблюдать. Ну, отношения у нас, в принципе, хорошие. Будем считать, что мы остались с друзьями. Сейчас война идет только против Либерии. Я сюда направил несколько дивизий, которые мы получили. Остров из Индии. Привел их в наш формат. И попробуем с их помощью здесь разбить врага. Также идет оправдание цели войны. Нет, уже не идет. Оно почему-то слетело. Потому что, видимо, я оправдывал на одну из вот этих территорий, которые получила каким-то чудом Франция. Ну, давайте будем вот на Дар-эс-Салам это делать. 125 дней нужно подождать. Ладно, подождем. Но армия у них большая, крупная. Придется тут наши войска подтягивать. И может даже делать высадку. Хотя нет, у них все еще много кораблей. Очень много, видимо, те, которые были в Германии. Они как-то туда отошли. Ну, значит, по сахопутному пути пойдем. Ну что ж, завершены все войны в Европе и в Африке. Русские выделили тут Северогерманскую Федерацию. А вот Восточную Германию почему-то держат еще у себя. Возможно, им надо было сразу тут выделять. Ну, либо передавать Мюнхен. Хотя вот здесь вроде как Пруссию можно сделать. Или какие-то еще страны. Почему они их не выделяют, я пока не понимаю. То же самое касается Балтики. А тут, наверное, у них есть претензии. Нет, пока что нет. Ну, может, по фокусам как-то они там что-то будут делать. Люксембург сделали. Отцу замодал Марокко. Они ничего не делают. Также французы забрали Либерию. Сейчас стягиваю войска в Африку. Ну, будем вот так с юга наступать. Также у нас уже исчез бонус, который давал очень хорошую производительность верфи. Было написано, что мы выполнили какое-то там условие. Видимо, наш флот теперь достаточно большой, чтобы мы получили еще и флот от Аст-Индийской Федерации. И у нас сейчас получается 75 кораблей, из которых только 4 это крупные. Ну, ладно, 6. Еще тяжелые вот эти крейсера туда припишем. Но это все такой себе флот. Парады только с его помощью можно проводить. И где-то только через полгода будут вот 2 авианосца. Через месяц еще один линейный крейсер у нас получится. Ну, и пока что один косминный сделаю, а потом буду делать еще, возможно, даже тяжелые крейсера. Ну, надо хоть чем-то наполнять этот флот. Тяжелые крейсера тут, в принципе, нормального состава можно сделать. С хорошей огневой мощью и бронебойностью. И на этом давайте будем завершать эту серию. В следующем мы посмотрим, что можно будет сделать с нашими бывшими колониями и протекторатами в Африке и на Ближнем Востоке. А также решим вопрос с Гибралтаром. Поэтому всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok